В этом сюжете хочу вам рассказать, какую технику монтажа и какие лайфхаки мы использовали на данном объекте при монтаже системы отопления. На данном объекте смонтирована шумоизоляция пола, и встал вопрос, как закрепить трубу отопления, не повреждая шумоизоляцию. Классический метод крепления трубы это просверливание двух отверстий в полу и притягивание дюбель гвоздями с перфолентой, но мы здесь не могли применить этот метод, потому что мы бы повредили нашу шумоизоляцию. Мы решили убить двух зайцев, постелили сетку, тем самым мы сделали армировку для будущей стяжки и к этой сетке закрепили трубу отопления. Вот так вот мы вышли из этой ситуации. Перед нами коллектор, и давайте с вами расскажем о том, для чего он нужен и в каких целях он монтируется. Некоторые монтажники используют так называемую тройниковую систему разводки отопления, но мы считаем ее неэффективной, так как происходит неравномерный нагрев радиатора, и для нас это недопустимо. Мы используем коллектор, то есть у нас идет равномерное распределение на каждый радиатор, своя труба, то есть подача и обратка. Коллектор это так называемая распределительная гребенка, которая отдельными лучами проходит к радиатору, тем самым дает нам равномерный прогрев данного радиатора. Гребенка, коллектор состоит из самой гребенки, подача и обратка, регулировочные вентили и здесь и здесь. Также мы поставили здесь фильтры грубой очистки при входе и при выходе. При входе он задерживает различный шлак, грязи и так далее. И при выходе, то есть если какое-то разложение в радиаторе, какая-то коррозия, вот эти мелкие частички тоже опять же задерживаются здесь. В будущем обслуживается так, что откручивается вот этот фильтр, достается сеточка, промывается водой, закручивается и дальше пользуемся этой системой. Также мы можем отдельно здесь закрыть каждый радиатор, чтобы для обслуживания, для замены и так далее. То есть перекрывается один луч, подача и обратка. Каждый радиатор подписан для удобства. Мы советуем воспользоваться именно этим способом монтажа, так как мы считаем, что он более эффективный в дальнейшей работе отопления. При прокладывании труб отопления мы их проложили через дверные проемы и в дверных проемах мы использовали гильзы металлические. Сделали это не просто так, мы подумали о дальнейшем, о том, что какие могут здесь работать отделочники и будут ли здесь стыки порожков на чистовом напольном покрытии. Мы заложили эти гильзы для того, чтобы потом в дальнейшем, если будут сверлить и устанавливать порожек засверливая, они не пробьют трубы отопления, тем самым мы обезопасим себя лишний раз, заложив всего лишь один элемент. Мы находимся в прихожей и, как вы видите, часть трасс у нас проходит без теплоизолятора, но в гофре. Использовали это мы для того, чтобы часть коридора у нас с вами немного подогревалась. От того, что гофра у нас очень мало задерживает тепла, она в зимний период будет отдавать тепло на плитку, тем самым в коридоре будет так называемый теплый пол. Нужно учесть, что не каждый материал можно использовать под такой так называемый теплый пол. Здесь подойдет только плитка. И мое личное мнение, что в этот участок будет у нас немного перегреваться, но так как здесь хорошая проветриваемость, этого не будет ощущаться. И я считаю, что будет очень хорошо зимой сушиться обувь на этом участке плитки. Здесь мы установили радиатор дизайнерский. Он у нас высокий, высотой метр восемьдесят. Какая здесь была особенность в его монтаже? Так как заказчик у нас не успел сделать шумоизоляцию стены, а стенки здесь очень тонкие, поэтому мы применили систему шин, так называемых, специальных шин, которые мы согнули в необходимой плоскости и вытащили радиатор. В дальнейшем здесь будет зашиваться вся стена на 55 миллиметров. Если бы мы не вытащили, то у нас радиатор был бы утоплен уже в стену. Это неправильно. Изготовление данного крепежа мы делали с помощью специального шиногиба. Вставляя шину в шиногиб, мы можем выгнуть практически любой элемент, какой нам необходимый, любой длины, любых габаритов, чтобы сделать необходимое крепление. Далее этот крепеж мы уже с помощью глухарей, мы прикрепили к стене и на него уже закрепили наш регулируемый крепеж для радиаторов. Еще немножко о нем. Рекомендую и постоянно использую на наших объектах регулируемый крепеж. Он довольно интересный, тем самым, что можно установить одно значение по высоте и если даже немного ошибся, в несколько миллиметров, это очень критично для радиаторов, то можно винтом подогнать уже радиатор под необходимый размер. Это очень удобно. Также на этом объекте мы переделали стояки водоснабжения. Значит, это стояки из полипропилена. Вот этот стояк от застройщика у нас. Здесь уже то, что сделали мы, как мы это делали перепаяли. Значит, сначала то, что от застройщика. Посмотрите, здесь очень много лишних соединений, во-первых. Во-вторых, у нас на полотенце сушители сделаны отводы были. Здесь стояли краны. Значит, получается, у нас было разъемное соединение, вот эта накидная гайка, у нас была до крана. Это ошибка застройщика, что они так спроектировали, так сделано в каждой квартире здесь. Так делать ни в коем случае нельзя, так как разъемное соединение должно быть только после крана. И что сделали мы? Мы, значит, вырезали стояк целиком, уже убрали полотенцесушитель, его здесь не будет, так как мы придерживаемся того, чтобы водяный полотенцесушитель в принципе не использовать в квартирах. Это опасно и немножко нецелесообразно. Также мы сделали здесь компенсаторы, компенсаторы линейного расширения трубы. У полипропилена оно довольно большое и по стояку обязательно должны стоять компенсаторы. Если они не стоят, то труба начинает растягиваться и начинает быть так называемым винтом. Мы здесь установили и закрепили данный стояк. Также хочу рассказать еще пару моментов на этом узле. Первый это сифон для кондиционера. Он у нас такой вот очень минимальный и самое главное, что он недорогой сам по себе, очень доступный. Его особенность это в том, что его можно только устанавливать в доступных частях, то есть стенку его уже не замуруешь. Другие аналоги они в разы дороже этого. Кроме того, все в этом узле мы установили так называемый пожарный кран. В дальнейшем будет установлен так называемый гидрант со шкафчиком, в который уже можно использовать по назначению. Если вам понравился ролик, подпишитесь на наш канал и не забудьте нажать лайк. Если не согласны с тем, о чем здесь говорилось, дизлайк. И мы всегда рады обоснованным комментариям. Знать ваше мнение важно для нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова